Будем снимать из-под полы Просто бухает, грубо говоря Здесь вообще никак уровня не касается Да нет, да ты что, дурак? Максим, откуда ты черпаешь вдохновение? Максим толкает речь Я жду от плей-оффа одного И все, они во время игры договариваются Деремся, деремся Ауф И они за эту драку платят Все, ебто я сдох Это не очень круто Привет, друзья Новый день, новый выпуск, новые тренировки Мы вышли в плей-офф Это очень хорошо И выходим, пока мы остаемся на втором месте Возможно, у нас останутся медали Сейчас уже от нас ничего не зависит Сейчас мы только ждем, как отыграют наши соперники Это очень сложно Еще сложно то, что нам надо ждать минимум две недели Когда доиграют те, у которых по 15 игр В частности, легенды Метеор Который нас может сбросить с медальных мест Это не очень круто Потому что у нас не больше времени подготовиться А у нас будет больше времени простоя И этот простой совершенно нам, конечно, не на руку Потому что так мы стабильно бы играли по выходным Сейчас мы стабильно по выходным играть не будем Только если будем искать Искать какие-то другие активности Подыгровки и так далее И главное, чтобы еще Ну, в пятницу можем потренироваться Об этом всем и не только А еще мне клюшка, кстати, пришла Еще мне пришла клюшка от, извините, самого Стига Это был подарок Потому что я выиграл в конкурсе И был единственный из взрослых, кто забил через свое поле маленький ворот Это в выпуске было Кому интересно, можете посмотреть еще раз Работаем Работаем А, спиной Блядь, я запутался Вот этой ногой вытолкнусь Вот этой Нет Вот, вытолкнусь А, понял Раз, вытолкнусь, два Сука После болезни, конечно Недели меня не было Одна тренировка, одна игра Ну, плюс лежал Там температура Вообще сейчас невозможно Просто невозможно Мне кажется, именно такие тренировки нам и нужны Потому что у нас не катание Но мы с Тресаном сильно не хватает Нашей команды, самое главное, выносливости На таких тренировках Льда у нас мало На полплощадке Особо не побегаешь А вот такие упражнения высасывают все силы Хай, хай, хай Хай, хай А чё-то кричат Брось Ну, броситься ты не с такого острова Я крикнул, брось Да, Серёж сказал, не зачитали бы Почему? Не было бы вас обрали Чего не было? Пасов А он говорил, что, про пасы? Два паса обязательно Пол Брось Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, минутка рекламы Друзья, вы задумывались, насколько сложно ваше тело двигается во время хоккея? Вы когда-нибудь обращали внимание, просто как кисти только работают? Да нет, там два, вверх, вниз сейчас Все ваши связки и суставы должны быть хорошо разогреты Поэтому отлично разминайтесь, чтобы не получать никаких микротравм А если уже все-таки получили какую-то травму и вам требуется гель для разогрева Советую вам гели Тавгай Если просто ушиблись, есть и на этот случай Тавгай с отличной формулой Намазал и забил Очередной день, и у нас тренировка вторая у меня за эту неделю Хотелось бы, конечно, почаще тренироваться, но всегда так получается И мы в гостях у отцов ястребов, если я не ошибаюсь И у них здесь обычно бросковые тренировки И мне очень хотелось как раз побросать Я уже был на одной из таких тренировок По зонам здесь распределено, по секциям, не знаю, как сказать, по базам И на каждой базе какое-то упражнение бросковое Было круто, сегодня у них было по плану Была по плану игра, и мы сегодня играем в двух сторон Это очень круто с точки зрения кайфа Покайфовать, побегать, конечно, большое удовольствие С точки зрения тренировки хотелось побольше напрячься И побольше выполнить какую-то позитивную работу Но здесь зато игровая практика, что тоже неплохо Блядь Сейчас, сейчас, на ворот, на ворот, на ворот, иди У нас клюшки перевернуты Если мы не владеем шайбой, вся команда, вся пятерка переворачивает клюшки И обороняемся с перевернутыми клюшками, пока не потеряем шайбу Не потеряет шайбу соперник Интересное тоже упражнение Получается такая двухсторонка Все-таки осмысленная На какую-то тренировку, на тренировку тактическую Ты больше играешь по игроку, а не по шайбе И, конечно, это эффективней Бросай! Блэд! Блэд! Да ладно, ну пропустил, ну так старались Сильно-сильно-сильно Диман! Ну, блэд! Так я так уже не убегу У нас долгий перерыв Очень часто перерыв не очень хорошо на нас влияет Что думаешь, на это что? Посмотрим Всегда все по-разному уже проходит Я не думаю, что надо откалкиваться Вот тогда у нас один раз в жизни перерыв хреново сыграл И теперь всю жизнь будет перерывы плохо играть Нет, посмотрим Давай, может, нам на пользу пойдет Главное, что чем-то заниматься Не просто бухать, грубо говоря Если будем заниматься, то пойдет на пользу, я думаю Я думаю, что здесь вообще никак это На нашем уровне не касается Мы приходим, каждый раз с нуля начинаем играть Друзья, суббота И мы не играем нигде Дядя Дима позади меня Мы идем в гости К одному из наших сокомандников Сегодня отдыхаем И сегодня немножко поближе вас познакомлю С нашей жизнью вне хоккея Да, Диман? Да Димана нет Ну, а естественно, если кто-то будет против, что я буду снимать Значит, будем снимать из-под полу Задавать каверзные вопросы Задам вопрос каверзный у Димана про Максима Я не участвую в этой вакханале На месте Лех, как дела? Здорово, нормально Знаете, чем парни занимались, пока мы с Димоном ехали? Они смотрели, как играет Петя Петя за кого играл? За одинцовских русичей У нас есть такая тема Мы уже один раз так делали Ну, я, вернее, попал в эту компанию в этот момент Сейчас изображу, как На вот этом огромном телике смотрели, как мы играем При этом, ребят, кстати, а сейчас НХЛ идет Вы не хотите, НХЛ смотрит? Хотим Давай НХЛ лучше посмотрим У нас будет большой перерыв Я всех уже задолбался вопросом Между играми Первой и второй Плей-оффами, да Ну и что? Ну и что мы будем делать-то с этим плей-оффом? Это плохо или хорошо для нас, как ты думаешь? Слушай, ну, все зависит от того, что будем заниматься Если будем бухать, как бы, жрать, то, я думаю, не очень Если будем спортом заниматься Как твое здоровье? Ну, что-то, блин, вот никак выздороветь не могу уже Я пошел Я жду от плей-офф одного Чтобы команда сыграла так, как она сыграла вот в этом матче, который мы сейчас смотрим То есть, с остальными крыльями прикол такой Мы, как я И команда играет, вот мы смотрим с ребятами, уже досматриваем второй час И команда играет просто в волки Ауф День команды, что-то похихикало, что-то там И как бы, я знаю это ощущение Постоянно раз на игре, когда у нас была с глухарями игра Я об этом говорил, когда собрал вот ребят у борта Потому что, вроде, мы нормально играем Но ощущение, как будто мы такие нежные кисы Мы сейчас просто такие, ну, мы, может быть, выиграем Сказать, ну, вот так только работать Жду победу, медали жду Жду, что соберемся, что будем играть, как вот с ночными ястребами Будем показывать такую же игру И нацеливаться на результат, на медали Я думаю, что все нормально будет Но, на самом деле, пловь, подготовимся неплохо И вообще, ну, на самом деле, мне реально интересно, что будет в пловь Потому что, ну, должен быть прям такой Рамзец Че смотрим? Мы пересматриваем игру нашу с ночными ястребами Настю, давай в прямом Да нет, ты че дрогать? Нет! Как мы играли против ястребов? Сильно Это была лучшая игра, на мой взгляд, в сезоне Это было сильно, это было жестко Мы как будто бы, блин, записчику какую-то дрались Я записчику не дрался, но, по-моему, это была лучшая наша игра в сезоне Впервые, когда мне не за что было ребят ругать Ой, нихуя, это я, что ли? Потому что все бились Вот мы сейчас прям, прям сейчас смотрим, пожалуйста Это игра, в которой все бились за шайбу до конца, каждый момент Все Команда «Стальные Крии» Номер 34, Артюкин Алексей Номер 5, Тимофей Владимирович Блин, я как будто, я так как будто не знал, зачем будет голос, серьезно, коза красава Ты какой-нибудь кадр, 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 иди из пива, вылит из пива Привет Тяжела жизнь блогера, таскаешь всякую хрень с собой Там будут все команды Перед каждой игрой, когда мы собираемся перед матчем возле вратаря, Максим толкает речь Максим, откуда ты черпаешь вдохновение для этих звездных Это главный вопрос уже всей команды Да, да, да Это очень просто, ребята Я ничего не придумываю в голове заранее Но каждый раз, когда я вижу ваши ебанки Съезжающиеся вот так Оно как бы рождается в голове То есть, вы, может быть, это не знаете Но каждый раз они в разном настроении Я просто вижу, что за бабы ко мне подъехали И как бы предлагаю им то, что им сейчас нужно Это сработало, вот, ну, несколько раз срабатывало Конечно, иногда проебали Но последний раз вот на игре с глухарями То есть, я почувствовал, что что-то я не досказал, видимо, этим бред Когда мы собрались все у борта, я считаю, это имело эффект Ты чувствуешь ответственность? Ведь когда ты стоишь перед командой, по сути, в этом кругу, братском С вратарем, который каждый раз, наверное, слушает нас, охеревает Вратарь каждый раз новый Каждый раз не понимает, шутит Максим или нет Потому что там бывает иногда очень двухсмысленная фраза Так вот, ответственность твоя Никакой ответственности не чувствую Я чувствую единственное ощущение, которое у меня есть Что ребята, наша команда Я знаю каждого досконально Я во всех уверен Но, это может быть, кому-то покажется, что это не важно Но на самом деле эти слова важны То есть, вот то, что мы делаем, это важно Потому что по нашей команде Я знаю каждого, я знаю, что все могут Но если их немножко не пнуть Максим, есть кайф от того, что ты капитан? Блин, вот честно говоря, кайф вообще минимальный Кайф минимальный от этого В основном от этого внутреннее напряжение Но мне очень приятно, что ребята Хотя я как бы не какой-то там крутой хоккеист Но мне нравится, что ребята, ну, типа, слушают И я очень рад, когда это имеет какое-то действие И я уверен А сейчас абсолютно Вот по прошествии нашего сезона последнего Я уверен, что слова имеют значение Не просто там, типа То, что мы на тренировках наработали И все, можно играть Нет Вот сказали Мы что-то поговорили Мы как-то обнялись И мы пошли вперед Вы добили, ты же понимаешь? Да, вот этих двух Леха-то не знает, да? Кто это? Это же Игорь Чернов Номер, номер говори Это его Игорь Это Игорь Чернов Это Игорь Чернов Это Андрюха Николаев Это Николаев Ну, мы же я что-то знаю Восемь четвертый Восемь четвертый? Я знаю, восемь Ну, что, я считала? Нет Ну, я всех знаю вас Смотрела с самого начала сезона Мне кажется Это как бы наш единственный Я просто сосил вас так Что просто Я на самом деле Я думаю, что Ну, кому он паса дает Кому он что делает Ну, на самом деле Я была в шоке Но в последней игре Была очень сильная, правда Смотри, вот Сань Вот это даже, знаешь Вот это мне даже Всегда обидно Вот смотри Вот что я делаю Чтобы тебе Дать ебучую передачу Смотри Раз, блять, ее Держу, нахуй Наебану, похуй, ладно Сейчас дальше будет Шайба переходила С одного конца площадки на другой Так, приехал, смотри Отобрал у этих п***цев в шайбу Смотри, смотри Держу Наебал его Смотри, еще раз наебал И все Это ради того, чтобы отдать Сашке передачу Сашка Она прыгала Я что, прыгала, блять Клевый передач Бросок У нас сейчас новая идея Какая лига должна быть Это наш Тавгань Бля, я не Тавгань Тавгань, но по бизнесе готов Бля, я заплатил Эта тема очень простая Ну, короче Первоначально Две команды договариваются То есть они подают Ну, организаторам Говорят Мы хотим, короче В этой игре драку Они говорят Нет, не массовую Просто драку Один на один И они за эту драку платят Одна команда платит Ну, допустим, там Две тысячи Тысячи рублей Неважно, сколько То есть это цена И одна команда платит Другая команда платит Во время игры Договариваются Тавгай Которые Это не просто так Ну, типа Спонтанно драка происходит То есть Договариваются Заходит тренер Говорят У нас будет этот игрок У нас будет этот игрок И все Они во время игры Договариваются Деремся Деремся Скидывают перчатки И происходит драка Они подрались, они выпустили пару Они завели свои команды Это самое важное в драке-то Завести команду, да, и выпустить пару Это все Так, финалочку Друзья, в общем, продолжайте за нами следить Мы с радостью читаем ваши комментарии У нас есть теперь преданная болельщица Это я Всем привет Да, всем привет Не забудьте подписаться, нажать колокольчик, все прочие дела Выпуск получается очень долгий и разговорный Но пока нет хоккея, поговорим и больше Вот вам рассказали о себе Будьте позитивными, друзья, пока